А вы знаете, что все чистки делают неправильно? И чистки помещения неправильно, и чистки людей неправильно. Всё делают неправильно, потому что неправильно определяют, что именно происходит в помещении, с человеком, от чего чистить-то. Всё это типа чистят, а чё чистят, кто знает, никто не знает. Меня, наверное, надо почистить. Меня сегодня три раза написали, меня, наверное, надо почистить. Так, наверное, или надо? В чём причина вашего желания почиститься? Так вот, правильно определить, нужно чистить вас, ваших друзей, близких, помещения, в котором вы живёте, или не нужно чистить. Всё это, чтобы правильно проверить, я применяю рамки, обыкновенные рамки, биолокационные, вот такие вот рамки. И когда рамка мне показывает что-то в помещении или что-то на человеке, вот тогда и понятно, что здесь какое-то негативное воздействие. И тогда нужно, обязательно нужно чистить или помещение, или человека, на котором есть это негативное воздействие. Так вот, друзья мои, чтобы правильно определять, если вы хотите правильно определять и чистить помещение, переходите по ссылке в шапке профиля. Там много интересного, вы узнаете о том, как правильно определить. А потом я вам расскажу, как правильно почистить. Так вот, вот это всё делается на расстоянии, с помощью вот этих вот рамок можно и нужно заходить в информационное поле той квартиры, помещение, которое вы чистите, дом, квартира, неважно. Вы заходите в помещение или вы заходите в информационное поле того человека, которого вы чистите. Это самое главное. А как же это сделать? А делается это всё по видеосвязи. Вот подробнее, опять же, переходите по ссылке в шапке профиля. Пишите везде кругом слово чистки. Я вам расскажу, как это делается, как правильно это делается. А не так, как делают на шару все, типа вот там отлила, налила, залила, пошептала, пошуршала. А то у нас сейчас тут и ведьмы всяких полно развелось, которым и 15 лет нет, они уже ведьмы. Поэтому, друзья мои, делайте, пожалуйста, всё правильно. Или обращайтесь с тем, кто делает всё правильно. Вы наверняка те, кто там ведьмы, не ведьмы, чистят, не чистят, вы тоже можете правильно чистить. Но как правильно чистить? А правильно чистить – это так, чтобы видеть, что происходит. Именно видеть. Они тоже какую-то фоточку прислали. Вы должны видеть это всё по видеосвязи, определить по видеосвязи. Ваш клиент, пациент должен видеть, что да, на самом деле что-то происходит негативного в нём, в его родственниках или в его квартире, помещении, доме, неважно где. И это честно, и это правильно. Во-первых, вы определили – да, есть, почистили. Во-вторых, клиент ваш увидел, что это да, есть этот негатив, и что да, нужно чистить. А потом вы повторно проводите диагностику, не только с помощью рамок. Я дам вам много интересного. А потом вы провели диагностику, видите, всё – нет. Или, может быть, что-то ещё осталось, и опять чистите. Вот так это работает. А не просто на дурака по фоточке, как-нибудь там воском отлили. Нет, друзья мои, делайте это правильно. Это серьёзное дело – найти, определить, убрать и ещё раз протестировать. Всё хорошо, всё замечательно. Диагностика прошла успешно, никакого негатива нет. Всё, все довольны, счастливы, здоровы и богаты. Да, кстати, пишите либо чистки, либо лучше всего переходите по ссылке в шапке профиля. Так будет понятнее, быстрее, и вы найдёте нужную, полезную, интересную для вас информацию. Пишите lots. Продолжение следует...